В первую очередь стоит разделить две вещи. Это либерализм как идеология, при помощи которой мы пытаемся выиграть выборы, хотя в последнее время у либералов это не очень получается, к сожалению. С помощью которой мы пытаемся манипулировать, мы в принципе как общество. И либерализм как мироустройство, как взаимоотношение людей друг с другом, как понимание этого мира и понимание людей. Вот сегодня лично мне хотелось бы поговорить о втором, да, не сколько о политтехнологиях и каких-то идеологических манипулятивных технологиях, сколько о взаимоотношениях нас всех, да, о взаимоотношениях внутри общества. Итак, либерализм. В первую очередь это верховенство закона. То есть мы все, несмотря на то, что мы свободны, мы подчиняемся тем законам, по которым живем. Это наш с государством договор. Мы им даем некое право нами управлять в определенных рамках. Знаете, управлять не как царь управлять, царь государством. А управлять как менеджмент, да. Мы заключили с ними договор. Они наши, ну скажем так, привлеченные менеджеры. Именно так к этому стоит относиться, лично по моему мнению. И я надеюсь, по мнению моих коллег. Кроме того, либерализм это свободная экономика. Под свободной экономикой мы понимаем конкурентную экономику на основе права собственности. Незыблемое право собственности. А из права собственности вытекает и профессионализм человека относительно того, что он делает в этой жизни. И активность человека, потому что когда человек защищает свою собственность, он сделает для этого все. Кроме того, либерализм это просвещение. Ну, относительно ответа на ваш вопрос про вмешательство. Вот, существует несколько экономических моделей, внеидеологических, чисто экономических. Да, там, классика, кинсианство. Ну, знаем, я думаю, все об этом. Так вот, неолиберализм предусматривает частично вмешательство государства в экономику в плане сглаживания макроэкономических циклов. Да, ну, это вот ответ на ваш вопрос, наверное. Всех хочу поблагодарить за то, что пришли. И я очень надеюсь, если в дальнейшем будет подобное, то будет еще больше людей, заинтересованных в этом. Будет больше обсуждения на электронных площадках. По поводу сути итогов того, что здесь происходило. Я думаю, мы поняли, что политическая система в принципе многообразная. Нельзя всех ставить в один ряд и всех ставить под одну гребенку. В любом случае, самое главное, что мы здесь и что мы хотим куда-то двигаться дальше.